Друзья, всем привет! Меня зовут Артем Козловский, я основатель компании Enjoy. По вашим просьбам я делаю видео по обстановке в Греции, тем более Греция это вторая страна, по которой у нас есть согласованная дата по возобновлению авиасообщений Греции с Украины. Итак, что мы имеем? Значит, с 1 июня в Греции разрешили открыть городские отели, кемпинги, лагеря. С 15 июня открываются все сезонные отели, с 15 июня начинает принимать аэропорт Афины, рейсы из 29 стран, причем это страны не только Европы, в этом перечне есть Китай. Значит, и с 1 июля, это второй этап приема, список стран будет расширен, и как раз таки с 1 июля гражданам Украины по предварительной договоренности двух МИДов будет разрешено авиасообщение с Грецией в связи... ну, будет следиться единственной за эпидемиологической ситуацией на территории обеих стран. Ну, как вы знаете, Греция это та страна, которая меньше всего пострадала от коронавируса, и это одна из самых чистых стран Европы, поэтому это будет одно из самых популярных и востребованных направлений на рынке не только Европы, но и всего СНГ. Значит, по предварительным данным авиакомпании Agent Airlines, на нее многие ориентируются, так же, как сейчас, многие ориентируются на Turkish Airlines по возобновлению авиасообщения Турции с странами мира, так же сейчас ориентируются на Agent Airlines. Значит, они дают этап 1 июля, причем 1 июля там стоит возобновление со многими постсоветскими странами, то есть в том числе там есть Казахстан и в том числе там есть Россия, но, возможно, перечень стран по возобновлению будет пересмотрен, и есть предположение, что Россия сможет возобновить авиасообщение с Грецией с 15 июля, но никто не исключает, и 1 июля сейчас все в процессе переговоров, и все наблюдают за эпидемиологической ситуацией в странах. Самый важный плюс, который есть в Греции, это то, что по прилету не нужно будет сдавать тест на коронавирус, и не нужно никаких справок. Могут проверять тех пассажиров, у которых на температурном скрининге, это будет во всех аэропортах, это обязательное условие, будет выявлена температура выше, чем 37,5, да, и могут дополнительно провести экспресс-тест на коронавирус. Но, более того, одним из самых больших преимуществ Греции, это есть то, что эта страна берет на себя лечение, тестирование и содержание больных, у которых, не дай бог, выявят коронавирус. Здесь, конечно, есть именно государственная поддержка, она заключается в тестировании лечений и выделении специальных отелей для проживания таких людей. Вот. Плюс еще дополнительно работает страховка. Значит, по всем страховым вопросам мы специально 9 июня в 3 часа дня делаем прямую трансляцию у нас на канале, где у нас будет представитель страховой компании, которая расскажет, как будет работать страховка в 2020 году за границей, так как регламентов, они только-только установлены, и концепции правил работы страховых компаний только сейчас утверждены, и мы будем одни из первых, которые донесем до вас правила работы страховки, которые покрывают коронавирус, все случаи покрытия коронавируса и ситуации. Значит, помимо этого, то, что делается в отелях, чем отличается Греция от остальных? Значит, у них есть чек-ин в 3 часа дня, чек-аут в 11 часов, то есть немножко увеличено время между заселением и выселением. Кроме этого, номер после выселения, он обрабатывается, он убирается, дезинфицируется, и еще сутки в этот номер никто не может заезжать. Между лежаками на пляже 3 метра и заполняемость отеля 50-60% выше этого показателя. Греческие ательеры пока не готовы принимать туриста, в отличие, кстати, кто знает о Турции, которая отменила этот показатель. Вот, но дальше время покажет. Все включено остается. Скорее всего, они будут работать в таком же формате, как и турецкие ательеры, то есть, скорее всего, это будет под стеклом. Ну и везде дезинфекторы, у персонала маски, перчатки. Для туристов никто масок, перчаток не требует. Помимо этого, очень популярным видом отдыха в Греции в 2020 году станут виллы. И наличие вот таких апартаментов с бассейнами, даже когда расстояние 200-300-500 метров до моря, становится в этом году крайне популярным. И многие уже сейчас бронируют для себя апартаменты, виллы, как на берегу, так и 100-200-500 метров до моря. Причем эти виллы могут быть на 3, на 4, на 10 спален. Поэтому это один из самых популярных объектов. Также очень хорошо бронируются самые элитные, самые дорогие отели. Но это показатель того, что люди психологически устают, особенно люди, у которых есть деньги. Они хотят отдыхать и уже, и тем более европейский турист, он планирует все заранее. Сейчас многие ательеры говорят о том, что самые дорогие отели Греции на пик сезона уже забиты. Но, тем не менее, есть много объектов, которые мы советуем, мы бронируем. Прежде всего, я сейчас быстренько пробегусь по основным сетям. И, зная вот сетевые отели, можно очень легко для себя выбирать действительно качественные и в то же время не самые дорогие варианты. Вот, то есть, такая цена-качество. Это отели сети Greek Hotel. Причем есть Greek Hotel от самых элитных, как Greek Hotel и Mirandes, до, например, Greek Hotel Melly Palace, это более бюджетный отель. Вот, или Greek Hotel Marina. Это такой семейный костяк, такой самый, знаете, цена-качество среди Greek Hotel. Отели сети Aldemar, отели сети Aquila. Отели... мне очень нравится. Отель Pilot. Мне очень нравится отель Литос. Также есть классные объекты на Патерике, например, Четверка. Это отель Potidae Palace, отель Istian Club, отель Oceania. Поэтому я специально сделаю, скорее всего, через 2-3 выпуска топ-отелей Греции, так как Греция будет одним из самых популярных направлений в 2020 году. И я специально сделаю свой топ для продажи и для выбора в этой стране. Мы ожидаем 13 июня. Именно 13 июня будет сделан брифинг Министерства иностранных дел Украины по возобновлению перелетов. И будет дан список стран, с которыми, в первую очередь, перелеты будут возобновлены. Мы очень надеемся, что дата 1 июля, она останется в силе. Но многие говорят, что есть такая возможность и вероятность, что даже 15 июня Греция может внести в перечень стран по возобновлению Украины. И если мы посмотрим на аэропорт Джулианы, они уже с 15 июня ставят перелеты в Афины. Но время покажет, ситуация в нашей стране покажет, как мы будем бороться и справляться с данным вирусом. Я желаю каждому из вас быть здоровым. Подписывайтесь на наш канал, для того, чтобы следить за новостями в туристической сфере. И мы стараемся давать эти новости от первых лиц, от отельеров, от официальных источников информации. Будьте здоровы! Скоро полетим! Хорошего дня! С вами был Артем Козловский. Пока!